Радиоприёмник Будем рады, если нашу передачу «Сказка и быль» о жизни и творчестве Евгения Шварца послушают и взрослые Меня Господь благословил идти Брести велел, не думая о цели Он петь меня благословил в пути, чтоб спутники мои повеселели Иду, бреду, но не гляжу вокруг, чтоб не нарушить Божье повеление Чтоб не завыть по волчьи вместо пения, чтоб сердце стук не замер в страхе вдруг Я человек, а даже соловей, зажмурившись, поёт в глуши своей По бессмысленной скрытности, которая завелась у меня лет в 13 и держится упорно до 50 Не могу я говорить и писать о себе Странно сказать, но до сих пор мне надо сделать усилие, чтобы признаться, что пишу стихи Стихотворение Меня Господь благословил идти И слова, которые вы сейчас услышали Написал Евгений Шварц Тот самый Шварц, который знаком вам как автор Замечательных пьес-сказок Два клёна, тень, обыкновенное чудо О том, что он писал стихи Лирические, грустные Полные философских раздумий о смысле жизни Не знали даже и современники Шварца В литературных кругах Ленинграда Шварц был известен как блестящий импровизатор Мастер шутливых стихотворных экспромтов Однажды некий критик дружески посоветовал Шварцу оставить сказки И написать, наконец-то, роман И славы больше, и денег Евгений Львович, не задумываясь, ответил Я не пишу больших полотен Для этого я слишком плотен Как-то раз у Шварца кончились сигареты Он подошёл к своему сослуживцу по фамилии Фините И таинственным голосом произнёс Товарищ Фините, пожалуйста, извините за нескромный вопрос Нет ли у вас папирос? Вряд ли кому-нибудь удавалось увидеть хоть раз Евгения Львовича в дурном настроении Это почти так же невозможно, как застать его небрежно одетым Даже если вы появлялись у него на минуту Не взначая, без предупреждения Он встречал вас, как званого гостя Учтивый, элегантный, подтянутый С доброй, приветливой улыбкой и изящной шуткой Стоило ему появиться в театре или на заседании Тут же скуку сдувало, словно пыль ветром Он острил мимоходом, между прочим Но его шутки, особенно те, где давалась меткая, точная и образная оценка Спектакля или кинофильма, роман или картины Быстро распространялись по Ленинграду Тот, кто встречался с ним впервые Получив наслаждение от общения с тонким и изящным умом Мог подумать, что и живется ему легко и приятно Однако это было обманчивое впечатление Его юмор служил ему надежной защитой его внутреннего мира От всего по-настоящему его волнующего он всегда отшучивался Невеселые мысли Шварц поверял только дневнику Которую он вел, начиная с 1928 года и до последних дней жизни Дневники открывают нам другого Шварца Неуверенного в себе, неудовлетворенного своим творчеством Мучающегося тяжкими раздумьями и размышлениями У моей души либо ноги отняты, либо сломаны, либо отнялись Иногда душа приходит в движение и я действую Бывают же дни и недели, когда я, не шутя, сомневаюсь в собственном существовании В такие времена я особенно говорлив Впрочем, я давно уже приобрел способность Находить равновесие в промежутке между двумя толчками землетрясения Греться у спичек и с благодарностью воспринимать отсутствие тревоги как счастье Некоторые считают, что я талантлив Если это верно, то многое в моем автопортрете должно измениться Если это так, то дух Божий носится над хаосом, который я пытался нарисовать Дневники Шварца были напечатаны только через 30 с лишним лет после смерти автора При жизни, а жил Шварц, как вы знаете, в те времена, которые сейчас называются эпохой культа личности Нельзя было и подумать об их публикации Он и не думал Как надоел мне собственный голос Сейчас все говорю, говорю сам с собой Сейчас первый час Вдруг мороз пропал За окном постукивают капли Дождь идет, как будто На душе смутно Я мастер Ничего не видеть Ничего не обсуждать И верить, даже веровать Что все обойдется Но через этот туман начинает проступать нечто, на что глаза не закроешь Кто это? Рыцарь Это я Бедный старик, которого выгнали из дома Я сегодня сплю в собачьей конуре И некому вступиться за меня Рыцарь Кто это плачет? Рыцарь Рыцарь Мой жених поехал покупать обручальные кольца А старый сводник ломает замок в моей комнате Меня продадут Рыцарь 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 Нас продали людоеду Мы такие худые, что он не ест нас А заставляет работать Мы идем на него Мы идем на него А плата одна Ладно, уж сегодня не съем Живите до завтра Рыцарь 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 У нас нет слов Мы не видно, заключенный Не видно Напоминаем тебе Свободному Мы в околах 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 Ее написал Евгений Шварц для фильма, снятого известным режиссером Григорием Михайловичем Кознецовым. Почти всю свою сознательную жизнь Шварц слышал звон цепей. Один за другим исчезали его друзья. Поэты Николай Олейников, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс. Воцарилась во всей стране чума, как еще назвать бедствие, поразившее нас. Ночью по улицам медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины за местными приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. Вот одна. Замирает на перекрестке, будто, почуяв добычу, размышляет, не свернут ли. Шварцу, можно сказать, повезло. Репрессии не коснулись ни его, ни его семьи. Но как жилось ему в эти годы? После исчезновения Олейникова, после допроса на писательском собрании, ожидание занесенного надо мной удара все крепло. Мы ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Теперь хочется начать оправдываться. Я никого не предал, не клеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог попавших в беду. Но это значок второй степени. Это не подвиг. Христиан Теодор, вам грозит беда? Какая? Я говорила вам, что в нашем кругу бывает один министр. Да. Это министр финансов. Он бывает в нашем кругу из-за меня. Он ухаживает за мной и все время собирается сделать мне предложение. Он? Вы молоды, знамениты. А он, вы помнится, говорили, что он и ходить-то не умеет. Его водят лакеи. Ведь он так богат. Я сейчас встретила его, и он спросил, куда я иду. В нашем кругу, услышав ваше имя, он поморщился, христиан Теодор. Ну и что? В нашем кругу мы все владеем одним искусством. Мы изумительно умеем читать по лицам сановников. И даже я при моей близорукости прочла сейчас на лице министра, что против вас что-то затевается, христиан Теодор. Ну и пусть затевается. Ах, вы меня испортили. Ах, зачем я только навещала вас? Ах, я превратилась в сентиментальную мещанку. Я даже попробую спасти вас, христиан Теодор. Сейчас сюда придет министр финансов, и я пущу в ход все свои чары и узнаю, что они затевают. Сейчас же уходите отсюда и никому ни слова. Но... Уходите, если вы жалеете меня. До свидания, бедная Юля. Как вы озабочены. Только я знаю, все будет прекрасно. До свидания. О'кей! Да? Усадите меня возле этой обворожительной женщины. Хорошо. Теперь придайте мне позу, располагающую к легкой, остроумной болтовне. Да, так, хорошо. Ногу, ногу, остроум. Вот так, вот так. Теперь уходите. Слышите? Юлия, я хочу обрадовать вас. Как вам легко это сделать? Ух, очаровательница. Афродита. Мы сейчас беседовали о вас в канцелярии первого министра. Шалуны. Да, уверяю вас, и мы все сошлись на одном. Вы умная, практичная. И мы решили, что именно вы поможете нам в одном деле. Говорите, в каком? А если оно не трудное, то я готова для вас на все. Ну, пустяки, вы должны будете помочь нам уничтожить приезжего ученого по имени Христиан Теодор. Ведь вы знакомы с ним, не так ли? Ну что, вы поможете нам? Лакеи! Позу крайнего удивления! Юлия, я крайне удивлен. Почему вы смотрите на меня так, будто не знаете, что мне ответить? Я и в самом деле не знаю, что сказать вам. Это что, отказ? Не знаю. Лакеи! Позу крайнего возмущения! Я крайне возмущен, госпожа Юлия Джулия. Что это значит? Уж не влюбились ли вы в этого нищего мальчишку? Я только... Молчать! Встать! Руки по швам! Перед вами не мужчина, а министр финансов. Ваш отказ показывает, что вы недостаточно уважаете нашу государственную систему. Я только... Тихо! Молчать! Под суд! Но подождите! Не подожду. Теперь я понял, что вы хотели сказать вашей песенкой. Ах, зачем я не лужайка? Вы что, намекаете на то, что у фермеров мало земли? Да я... Завтра же газеты разберут по косточкам вот всю эту вашу фигуру, вашу манеру петь, вашу частную жизнь. Лакеи! Топнуть ногой! Да не своей болваны, лакеи! До свидания, бывшая знаменитость. Подождите же! Не подожду! Взгляните на меня! Потрудитесь называть меня ваше превосходительство! Взгляните на меня ваше превосходительство! Неужели вы не понимаете, что для меня вы всегда больше мужчина, чем министр финансов? Да ну! Ну, бросьте! Даю вам слово! А разве мужчине можно сразу сказать «да»? Ну! Афродита! Давайте уточним. Вы согласны? Теперь я отвечу «да». «Да». Лакеи! Обнять ее! Болваны, я хочу обнять ее! «Дорогая Юлия, спасибо!» «Завтра же приказом по канцелярии я объявлю себя вашим главным покровителем!» «Лакеи!» «Усадите меня возле этого я противника!» «Придайте мне позу крайней беззаботности!» «Юлия, Юлия, вы тоже примите беззаботную позу вот так, но слушайте меня в оба уха и так. Через некоторое время вы застанете здесь ученого и под любым предлогом уведете его отсюда минут на двадцать. Вот и все!» «И все?» «Да, видите, как просто! И как раз эти двадцать минут его окончательно погубят!» «Пойдемте к ювелиру! Я куплю вам кольцо несметной ценности!» «Ах!» «Идемте! Лакеи!» «Унесите нас!» «Искусство вносит правильность, а все страшное тем и страшно, что оно бесформенно и неправильно. Никто не избежит искушения. Тут сделать трогательнее, там характернее, а там многозначительнее. Уж лучше сказки писать. Правдоподобие им не связан, а правды больше». Евгений Шварц создал сказку, которая была не проще и не наивнее своего времени, не пугала страхами, которых не существует в реальной жизни, не проходила мимо того, что страшила всерьез. Пьесе «Тень», отрывок из которой вы только что услышали, можно сказать, повезло. Она шла в Ленинградском театре комедии несколько месяцев. Большинство же пьес Шварца при жизни автора так и не увидело сцены. Отчего только не писали про него критики. Лучше всего рассказал об этом сам Евгений Шварц в статье, посвященной другому великому сказочнику, Гансу-христиану Андерсону. «Кто только его не отчитывал, не ставил на место, не учил, как положено вести себя. Одни изо всей силы старались убить его веру в себя, при этом утверждали, что учат его скромности, за что он сам поблагодарит их впоследствии. Другие беспощадно уязвляли нежную душу его, утверждая, что таким способом воспитывают его мужественность. Третьи поносили его стихи и пьесы. Как ответил сказочник своим гонителям, как подобает настоящему художнику, они делали, что могли, и он делал, что мог. В ответ на гонение и брань он создал удивительный, прозрачный, добрый, сказочный мир. Я хожу, брожу по свету, полон я огня. Я влюбился в Генриету, а она в меня. Шире степи, выше леса, я тебя люблю. Никому тебя, принцесса, я не уступлю. Это ты, Павел Генрих? Да, Ваше Величество. Вамечательно. Спасибо. Прекрасно, прекрасно, Павел. Спасибо. Очень хорошо. Но вот слова возмутительные. Ты утверждаешь, что ты, свинопас, женишься на принцессе? Да. Я все равно женюсь на принцессе, Ваше Величество. Да, пожалуйста, Генрих, будь так добр. Завтра же отдам принцессу замуж за соседнего короля. Ни за что. А кто тебя спрашивает? Я ему выщиплю всю бороду. Он бритый. Я ему выдерну все волосы. Он лысый. Тогда, тогда я ему выбью зубы. У него нет зубов. У него искусственные зубы. И за эту беззубую развалину ты отдаешь меня замуж? Не с зубами жить, а с человеком. А тебя, свинопас, я вышлю вон из пределов страны. Ты не слишком виноват. Принцесса действительно такая чудненькая. Не влюбиться трудно. Фрейлины, уведите принцессу. До свидания, Генрих. Я тебя люблю. Не беспокойся, Генриетта, не беспокойся. Я все равно на тебе женюсь. Ничего у тебя не выйдет, Генрих. Выйдет. Лучше не серди меня. Выйдет. Ты видел, как я бываю грозен? Да. Дрожал? Нет. Ну, то-то. Прощай, король. Куда ты? Пойду к соседнему королю. Он дурак, и я его так обойду, что лучше не надо. Смелее меня нет человека. Я полюбил твою дочь, и теперь ничего не боюсь. Прощай, 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 король, прощай. Перебирая свою жизнь, ни в чем я не мог успокоиться и порадоваться. Бывали у меня годы, когда несчастья преследовали меня. Бывали легкие, и только. Настоящее счастье со всеми его безумиями, горечью давалось редко. Один раз, если говорить строго. Летом 1929 года. Летом 1929 года Евгений Львович Шварц встречается с Екатериной Ивановной Зильбер, ставшей вскоре Екатериной Ивановной Шварц. Я всю жизнь плыл по течению. Меня тащило от худого к хорошему, от неудачи к удач. Я уже думал, что больше ничего интересного мне на этом свете не увидеть. И вот я встретился с тобой. Ты, оказывается, моя судьба. Прогони всех и люби меня, пожалуйста, как можно сильнее. Ничего не бойся и не думай о плохом и тяжелом. Помни, что ты теперь не одна. Никогда я тебя не разлюблю и никому не отдам. Еще немножко, и мы будем вместе. Так близко, как только мы с тобой одни во всем свете бываем близко. Я дам тебе воды с вишневой наливкой. Позволю сколько угодно спать и курить, и вообще делать все, что тебе вздумается. Сейчас очень поздно. Я не знаю, что ты делаешь. Спишь, читаешь, разговариваешь. Ты не знаешь, что я пишу тебе письмо. А я пишу. Я привык говорить с тобой. Если сегодня нельзя поговорить, я хоть напишу. Не сердись на меня, Катюша. Спокойная ночь, моя родная, моя добренькая девочка. В последние годы жизни Шварц часто жалел, что не создал серьезные книги в прозе. Свои непредназначавшиеся для печати дневники и тем более свои письма он не считал литературными текстами. А между тем и то и другое прекрасная художественная проза. Письма Шварца к жене. Настоящий роман. Роман лирический, поэтический, почти сказочный и в то же время документальный. И чувства, и события здесь подлинные, невымышленные. Это роман о человеке влюбленном, как Генрих, благородном, как рыцарь, добром, как все любимые герои его сказок. Только в сказках, как известно, добро, в конце концов, всегда побеждает зло. И герой, женившись на любимой, становится абсолютно счастливым. А мог ли быть счастливым в те годы честный художник? Любовь оставалась любовью, жизнь с жизнью. Мы жили внешне, как обычно. Устраивались вечера в доме писателя. Мы ели и пили, и смеялись. А что еще мы могли сделать? Большинство талантливых русских писателей, не желая говорить неправду, либо вовсе замолкали, либо работали впрок для будущих поколений. Ровесники окаменели, и как не каменеть, когда живого места нет на теле, надежд на отдых нет следа. А я все боли убегаю, долгу себе, что я в раю. Я все на дудочке играю, да тихо песенки пою, упреком внемлю и не внемлю. Все так, но твердо знаю я. Недаром послана на землю ты легкая душа моя. Еще в молодости Евгений Шварц мечтал стать писателем в том смысле, в каком понимали это слово в России, то есть и художником, и учителем, и глашатаем правды. У одних знакомых был попугай. Он знал два слова. Радость моя! Он повторял эти единственные слова из горя и с голоду. Кошка подползает к нему. Перья встают дыбом от ужаса, а он вопит одно. Радость моя! Не уподобляться же этому несчастному. Все это так, но и не работать во всю силу постыдно и страшно. Лучше плохая работа, чем полное бесплодие. У Шварца есть произведения блистательные, которые навсегда останутся на русской сцене. Есть слабые, уже сейчас забытые, но нет ни одного написанного в угоду бесчеловечной власти. Были годы, когда ему, так же, как Чуковскому и Маршаку, приходилось работать только в детской литературе, а пьесы его шли только на сценах детских театров. Однако Николай Павлович Акимов, главный режиссер Ленинградского театра комедии, всегда говорил, что драматургия Шварца не делится на взрослую и детскую. На свете есть вещи, которые производятся только для детей. Всякие пищалки, скакалки, лошадки на колесиках. Другие вещи фабрикуются только для взрослых. Арифмометры, бухгалтерские отчеты, танки, бомбы, спиртные напитки и папиросы. Однако трудно определить, для кого существует солнце, море, песок на пляже, цветущая сирень, ягоды, фрукты и взбитые сливки. Вероятно, для всех. И дети, и взрослые одинаково это любят. Так и с драматургией. У пьес Евгения Шварца в каком бы театре они ни ставились, такая же судьба, как у цветов, морского прибоя и других даров природы. Их любят все, независимо от возраста. Золушка. Да, матушка. Мы иногда ссорились с тобой, но ты не должна на меня сердиться, девочка. Я всегда хотела тебе добра. Отплати и ты мне добром. Ты все можешь, у тебя золотые руки. Надень эту туфельку, Анни. Матушка, я... Я очень тебя прошу, крошка моя, голубушка, дочка моя любимая. Надень. Давай, Аннушка, давай попробуем. Анна, Анна, палец, палец, подожми, подожми палец. Кажется, так, так. О-о-о, готово, 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 готово. Кончено. Поздравляю тебя, Анна. Поздравляю вас, ваше королевское высочество. Готово. Все. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марианна, не горюй. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жить будем? Эх, жалко королевству, маловато. Разгуляться негде. Ну, ничего. Я поссорюсь с соседями. Это я умею. Солдаты, чего вы стоите, рты раскрыли? А? Кричите ура королевским невестам. Ура! Солдаты, зовите короля! Есть! где она, моя дорогая? Где она, моя доченька? Аннушка, Аннушка, подойди ближе. Вот она, ваше высочество, дорогой зятёк. Ну, вот ещё глупости какие. Взгляните на её ножки, государь. Да что мне смотреть на ножки? Я по лицу вижу, что это не она. Государь, слово короля золотое слово. Хрустальная туфелька ей впору, впору, впору. Следовательно, она и есть невеста. Вы сами так сказали солдатам, верно, солдаты? Молчат. Нет, нет, дитёк, дельце обделано. Муж! А? Твоя дочка выходит замуж за принца. Золушка. Ну, при чём тут Золушка? Анна выходит замуж за принца. Ну, что ты стоишь, как пей? Кричи ура. Ай, чёрт побери, какая получается, неприятность. Ну, что же делать? Что делать? Танцевать, конечно. Что с вами, сударыня? Ничего. Нет, вы прихрамываете. Да туфелька убежала от вас. Да она вам невозможно мала. Какой-то чудодей ухитрился, а буть вас. А Марианна, надень туфельку. И вам она мала, барышня? Ну, ничего, ничего, не расстраивайтесь, это бывает. Бывает, сударыня. А больше здесь нет девушек? Есть, государь, моя дочка Золушка. Но ведь вы говорили, что она еще совсем крошка. Так мне казалось вчера, государь. Пойди, Золушка, не бойся. Приказываю, приказываю не хихикать. Перестаньте хихикать. Не смущайтесь, бедная девочка. Ну-ка, посмотрите мне в глаза. Ах, что такое? Какой знакомый взгляд. Примерить ей немедленно туфельку. Ага, так. В самый раз, в самый раз, в скорую, в скорую. Боже мой, в самый раз. А где же принц? Принца сюда, скорее, скорее. Принц, милый принц, где же ты? Здесь. Ну вот, друзья, вот мы и добрались до самого счастья. Все счастливы. Ну, кроме старухи лесничихи. Но она, знаете ли, сама. Она сама виновата. Связи связями, но надо же совесть иметь. Все равно ведь когда-нибудь спросят. А что ты можешь, так сказать, предъявить? И тогда никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой. Душу большой, а сердце справедливым. Обожаю. Обожаю прекрасные свойства души. Верность, благородство, умение любить. Ах, обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец. В сказке очень удобно укладывается рядом обыкновенное и чудесное. И легко понимается, если смотреть на сказку, как на сказку. Как в детстве. Не искать в ней скрытого смысла. Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть. Сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь. Самая известная пьеса Шварца «Дракон» сейчас воспринимается как карикатура на Сталина. Это не совсем верно. Пьеса эта не столько про дракона, сколько про обычных людей, которые по человеческим слабостям своим позволяют дракону творить все, что ему вздумается. Друзья мои! Друзья! Зачем вы убиваете меня? Это страшно, как во сне. Я думала, что все вы только послушны дракону, как нож послушен разбойнику. А вы, друзья мои, тоже, оказывается, разбойники. Я не виню вас. Вы сами этого не замечаете. Но умоляю вас, опомнитесь. Неужели дракон не умер? А как это бывало с ним часто, превратился в человека. Только превратился он на этот раз во множество людей. И вот они убивают меня. Не убивайте меня. Очнитесь. Не позволяйте этому старому отвратительному чудовищу-бургомисту жениться на мне. Не верьте ему. Это не он. Это Лунцелот убил дракона. Неужели никто, никто не вступится за меня? Ха-ха-ха! Ну вот и все, все. Невеста закончила свое воздумление. Будем веселиться, как ни в чем не бывало. Генрих, сынок, пусть напишут там. Брак считается совершившимся. И давайте кушать. Ой, как очень, очень кушать хочется. И ешите, писцы! Ну же, я! Задумались. Кто там? Эй, вы там! Кто бы вы ни были, завтра, завтра приемлю часы через секретаря. Мне некогда. Я тут женюсь. Не открывайте дверей. Смотри, сынок. Смотри. Как ни в чем не бывало. Ради бога! Как ни в чем не бывало. Ну! Ха-ха-ха! А-а-а! Здравствуйте! Вот кого не ждали. Но тем не менее, добро пожаловать, господин Лунцелот. Ох, приборов не хватает. Ну ничего, ничего. Вы будете есть из глубокой тарелки, а я из мелкой. Ну, конечно, я бы приказал, но лакеи дурачки. Как вас увидели, так и разбежались. А мы тут венчаемся, так сказать. Ха-ха-ха! Дело, так сказать, наше личное, так сказать, интимное. Так уютно. О, знакомьтесь, пожалуйста. Ой, а где же гости? Ха-ха-ха! Они уронили что-то и ищут под столом. Ха-ха-ха! Вот, сын мой, Генрих. Генрих? Вы, кажется, встречались. Он сильно выдвинулся после того, как я, ну, после того, как мы, ну, скажем, после того, как дракон был убит. Что же вы? Входите, пожалуйста. Ну, почему вы молчите? И в самом деле, что же вы? Как доехали? Что слышно? Не хотите ли отдохнуть с дороги? Стража вас проводит. Здравствуй, Эльза. Ланцелот. Сядь, пожалуйста. Сядь. Это в самом деле ты? Да, Эльза. И руки у тебя теплые. И волосы чуть подросли, пока мы не виделись. Или мне кажется, а плащ все тот же, ланцелот. Выпей вина или нет. Не бери у них ничего. Ты отдохнешь, и мы уйдем. Значит, ты меня любишь по-прежнему? Я столько раз мечтала. Ты войдешь и спросишь. Эльза, ты меня любишь по-прежнему? А я отвечу. Да, ланцелот. А потом спрошу, где ты был так долго? Далеко-далеко. В черных горах. Ты сильно болел? Да, Эльза. Ведь быть смертельно раненым это очень-очень опасно. Тосковал без меня. Тосковал? А я как убивалась. Меня мучили тут. Кто? Не может быть. Почему же вы не пожаловались нам? Мы бы приняли меры. Я знаю все, Эльза. Откуда? В черных горах есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга. Жалобная книга. Исписанная почти до конца. К ней никто не прикасается. Но страница за страницей прибавляется к написанным прежде, прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир. Записаны. Записаны все преступления преступников. Все несчастья страдающих напрасно. Исписанная... Эй, вы там! Убийцы! Несвеста! Да, но... Но почему же так резко? Потому что я не тот, что год назад. Я освободил вас, а вы что сделали? Что? Ах, боже мой! Вот если мною недовольны, я уйду в отставку. Никуда вы не уйдете. Совершенно правильно! Ой, как он тут без вас вел себя! Эту уму непостижимо! А, я могу вам представить полный список его преступлений, которые еще не попали в жалобную книгу, а только намечены к исполнению. Замолчи! Ну, позвольте. Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили! Всех учили. Ну, зачем ты оказался первым учеником, скотина такая? Уйдем, папа. Он ругается. Нет, ты не уйдешь. Я уже месяц как вернулся и бродил по городу в шапке-невидимке, страшную жизнь увидел я. Я видел, как горожане плакали от восторга, когда кричали бургомистру «Слава тебе, победитель дракон!» Что же мне делать с вами? Плюнуть на них. Эта работа не для вас. Мы с Генрихом прекрасно управимся с ними. Конечно. Это будет лучшее наказание для их людишек. Берите под руку Эльзу и оставьте нас жить по-своему. Да-да-да. Это будет так гуманно, так демократично. Нет, Эльза, я люблю тебя еще больше, но нам нельзя будет отсюда уйти. Ничего, ведь и дома бывает очень весело. Работа предстоит мелкая, хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона. Выслушайте меня. Это еще кто? Это я, садовник. Выслушайте меня, господин Ланцелот. Будьте терпеливы. Будьте терпеливы. Умоляю вас, будьте терпеливы. Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди, в сущности, тоже, может быть, пожалуй, со всеми оговорками заслуживают тщательного ухода. И пусть сегодня свадьба все-таки состоится, потому что от радости люди тоже хорошеют. Верно. Эй, музыка! Эльза, дай руку. Я люблю вас всех, друзья мои. Иначе, чего бы ради, я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы. Очень счастливы. Наконец. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда я выхожу на крыльцо, то мне вдруг начинает казаться, что все еще наладится. Больше того, счастье, как мне кажется, ждет меня. Вот-вот придет. Что это? Предчувствие, воспоминание? Или просто после душной комнаты воздух оживляет, туманит голову? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Евгений Шварц дожил до смерти дракона. В Ленинградском театре комедий поставили написанную много лет назад повесть о молодых супругах. В Берлине – тень. На фестивале в Каннах шел его Дон Кихот. И испанские критики писали, что это лучшая экранизация Сервантеса. Но его прижизненная известность несравнима с его посмертной славой. Он ведь из мира древнейшего, из недр человеческих грез, свое волшебство вернейшее, слово свое нежнейшее к нашим сердцам принес. К нашим сердцам, закованным в лед тяжелей брони, честным путем, рискованным дошел, растопил, проник. В самые темные годы от сказочника-поэта мы столько вдохнули свободы, столько видали света. Есть множество лживых сказок, нам ли не знать про это? Но не лгала ни разу мудрая сказка поэта. Ни словом, ни помышлением она не лгала суровая, спокойно готова к гонениям, к народной славе готова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в творчестве Евгения Шварца. Автор радиокомпозиции Людмила Поляковская Режиссер Александр Айгистов Ассистент режиссера Михаил Розенберг Редактор Людмила Подкопаева Музыкальное оформление Елена Носковой В передаче принимали участие Алина Покровская Анатолий Одоскин Армен Джигарханян Людмила Шапошникова Зинаида Андреева Борис Иванов Виктор Сергачев Владимир Пинчевский Лариса Гребенщикова В эпизодах артисты московских театров В передачу включены фрагменты из воспоминаний Леонида Малюгина и Николая Акимова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова